Сейчас, как никогда, каждый испытывает глубокое желание понять окружающий мир. За последние годы произошло несколько невероятных достижений физики, химии, биологии и других областях науки. Это понимание недавно помогло нам объяснить несколько загадок, используя новые знания на благо человечества. Хотя, несмотря на все эти новые знания, есть еще многое о нашей планете, галактике и Солнечной системе, чего мы, возможно, никогда не поймем. Эти загадки вызывают столько вопросов, что их не могут решить даже самые блестящие умы человечества. Будь то таинственные действия, совершенные людьми, или природные явления, произошедшие с течением времени, мир не так легко понять, как мы могли бы ожидать. Сегодня мы рассмотрим 7 загадок, которые остаются нерешенными. Но прежде чем мы начнем, обязательно поставьте нам лайк и включите уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Коралловый замок Эдварда Лицкалнина Это очень странное каменное здание можно найти на юге США, во Флориде. Сооружение было построено недалеко от Майами и заполнено мегалитами, известняком и даже окаменевшими кораллами. Что самое невероятное в этом произведении искусства, так это то, что все это было создано одним человеком. Эдвардом Лицкалниным Эдвард родился еще в 1887. Он был уроженцем Латвии. Эдвард переехал в США, когда ему было всего 16 лет. Он был помолвлен с молодой женщиной довольно долгое время, но она разорвала помолвку за день до свадьбы. Мы действительно не знаем, почему это произошло, но Эдвард почувствовал, что ему все нужно начать сначала, и решил бежать не только из своего города, но и из страны. Когда мужчина переехал в США, он заболел туберкулезом. Однако в результате шокирующего поворота событий он сумел выжить в борьбе с туберкулезом и полностью выздоровел. Эдвард говорил, что приписывает свое выживание экспериментальному лечению с использованием магнитов. Как только Эдвард приземлился во Флориде, он начал возводить свое красивое сооружение. Мы не слишком много знаем о его личной жизни, но похоже, что он посвятил все свое время созданию того, что впоследствии стало известно как Коралловый замок. Мужчина потратил не менее 28 лет на работу над этим удивительным произведением искусства, но отказывался работать, если за ним наблюдали. Он не хотел, чтобы кто-то мог украсть его техники и создать подобное сооружение где-либо еще. Он сделал все возможное, чтобы его методы и выбор дизайна были исключительно его собственными. Что делает его работу загадочной, так это то, что Эдвард утверждает, что построил Коралловый замок с нуля, не принимая помощи ни от кого. Вдобавок, он отказался от инструментов. Он говорит, что использовал только руки или предположительно вещи, которые нашел поблизости. Это действительно замечательно, потому что Эдвард смог перемещать большие куски камня и бетона, а также другие предметы, которые весили буквально тонны. И тем не менее, он смог проделать всю эту работу самостоятельно. Однажды группа подростков отправилась шпионить за Эдвардом, надеясь узнать, как он строит свой знаменитый замок. По словам подростков, он использовал большой воздушный шар, который, казалось, был наполнен водородом. Он прикреплял тяжелые блоки к воздушному шару, а затем позволял ему поднимать их с земли, давая ему ровно столько силы, чтобы перенести их к месту назначения. Тем не менее, часть этого процесса, которая не вполне понятна, это то, как эти блоки идеально сочетаются друг с другом. На самом деле, его инженерное дело кажется соперничать с египетскими пирамидами, поскольку оба процесса строительства имеют очень похожие способы. Однако, никто так и не смог подтвердить, верна ли это водородная теория. При строительстве замка Эдвард никогда не использовал раствор, и что шокирует, он сделал даже предметы мебели из камня. Можно предположить, что мебель должна была быть размещена внутри замка задолго до завершения строительства. Еще один интересный аспект этого заключается в том, что он никогда не использовал строительный раствор или какой-либо другой герметик для швов. Вместо этого он каким-то образом резал камни с очень высокой точностью, а это означало, что внутри здания не было протечек или сквозняков. Эдвард также сконструировал несколько красивых построек, как внутри, так и вокруг кораллового замка. Он создал удивительные солнечные часы, а также фонтан. К сожалению, Эдвард скончался в 1951 году, хотя, похоже, он прожил долгую и плодотворную жизнь. Его наследие продолжает жить, поскольку коралловый замок стал популярной туристической достопримечательностью. По сей день ученые не знают, как одному человеку удалось построить такое экстравагантное здание. Антигравитация. Можно ли нарушить законы физики? Все мы слышали историю Исаака Ньютона и того, как он утверждал, что открыл идею гравитации. Неизвестно, что люди думали до этого, когда они твердо стояли на Земле. Но любопытный ум Исаака Ньютона взял верх над ним и привел к одному из величайших открытий в истории науки и физики. Исаак часто рассказывал историю о том, как однажды он сидел под яблоней. Сидя там, он увидел, как яблоко упало с дерева вниз на Землю. Это заставило его задуматься о том, что заставило яблоко упасть вниз, вместо того, чтобы лететь вверх или в любом другом направлении. Он начал исследовать другие объекты и то, как они взаимодействуют с окружающим миром, что привело его к работе математической теории о том, как гравитация заставляет объекты приближаться к Земле. Позже он пересмотрел свои выводы и заявил, что любой объект, имеющий массу, а это все вокруг, также будет обладать гравитационным притяжением. Земля настолько большой объект, что излучает достаточно силы тяжести, чтобы удерживать нас на поверхности планеты. Это, очевидно, помогает объяснить, почему люди не могут летать. А также объясняет, почему более мелкие животные, такие как птицы или насекомые, могут парить, не обращая внимания на окружающий мир. Гравитация напрямую связана с массой. Это также позже объяснит, как Земля может постоянно вращаться вокруг Солнца. Поскольку гравитация Солнца только притягивает Землю достаточно близко, но не позволяет ей втягиваться и сгорать. Это слишком упрощенный способ объяснения. Здесь играет роль не только гравитация, но и элементарный способ понимания данной концепции. Хотя в течение многих лет ученые строили теории о местах, планетах или изобретениях, которые могут подвергнуть нас воздействию антигравитации, или, что еще лучше, отсутствие гравитации. Мы знаем, что когда космонавты попадают в космос, гравитация там значительно меньше, чем на Земле. Хотя она все еще существует. Если это так, можно ли уменьшить гравитацию до такой степени, что ее практически не будет? Один из способов борьбы с силами гравитации – это вызвать большое движение воздуха или переместить объект со скоростью, которая не поддается гравитации. Высокая скорость – это то, что позволяет астронавтам на борту Международной космической станции чувствовать себя невесомыми, даже если на них напрямую влияет земная гравитация. Эта идея антигравитации также появлялась в романах и рассказах на протяжении многих лет, таких как произведения Уэллса, которые используют эту идею в одной из своих книг. Его истории на протяжении многих лет сбивали ученых с толку, и многие из них задавались вопросом, могут ли устройства, о которых мечтал Герберт Уэллс, однажды стать реальностью. Один из наиболее популярных способов преодолеть гравитацию – использовать серию электромагнитных полей и сжатый воздух. Это позволит объекту левитировать, как если бы он был невесомым, хотя на него все еще действует небольшая сила тяжести. По сути, это не отменяет гравитацию полностью. Скорее, это просто уравновешивает ее таким образом, что объект выглядит так, будто парит без какого-либо веса или массы. Однако ученый по имени Евгений Подклетнов утверждает, что обнаружил и наблюдал способ полностью отменить гравитацию. Он провел эксперимент с использованием сверхпроводников и говорит, что смог успешно нивелировать гравитацию. Только ни один другой ученый не смог повторить его результаты. Это вызвало резкую критику идеи антигравитации в последние годы. При этом некоторые говорили, что то, что испытали ученые, было недоразумением или, скорее всего, вовсе не происходило. Для большинства современных исследователей идея об истинном антигравитационном устройстве или местоположении столь же надумана, как и идея путешествия во времени. Сколько измерений существует? Если вы подойдете к кому-нибудь на улице и спросите его, сколько существует измерений, он, скорее всего, ответит «три». Это довольно очевидный ответ, потому что люди способны воспринимать все три из этих измерений. Чтобы упростить это, мы знаем, что есть ось сверху вниз, ось слева направо и ось спереди назад. Эта идея позволяет нам свободно перемещаться по миру без каких-либо ограничений. Вы можете думать об этом так. Двумерный мир похож на человека, движущегося в мультфильме. Или Марио, движущегося по экрану в популярной видеоигре. Однако трехмерный мир лучше описать при просмотре анимационных фильмов или игр CGI, или же рыбок в аквариуме. «Кажется, что большая часть нашего мира имеет место в трех измерениях. Но означает ли это, что других измерений не существует?» Долгое время ученые полагали, что единственными доступными измерениями являются те, которые мы можем воспринимать. Однако, по мнению некоторых исследователей, может быть гораздо больше измерений, которые мы просто не можем увидеть. Альберт Эйнштейн был первым человеком, предположившим, что в мире есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Буквально. Эйнштейн был очень популярным физиком, утверждавшим, что существует как минимум четыре измерения. Вы спросите, как это так? Согласно Эйнштейну, само время также является измерением. Он говорил, что есть три пространственных измерения, позволяющие нам перемещаться по миру. Однако, есть четвертое измерение времени, в котором мы можем неумолимо двигаться. Он говорил, что хотя мы не можем определить свое конкретное местоположение в этом измерении, оно вполне реально. Он добавил, что нельзя отрицать, что положение объекта напрямую определяется временем, в которое он наблюдается. С тех пор, как Эйнштейн опубликовал теорию о существовании более трех измерений, другие ученые последовали его примеру и опубликовали собственные идеи. Из-за этого кажется, что количество возможных измерений все время увеличивается. В течение многих лет предполагалось, что всего может быть 10 измерений. Однако, некоторые исследователи теперь говорят, что вокруг нас может быть до 26 измерений, о которых мы блаженно не подозреваем. Теория струн – лучший тому пример. По мнению большинства профессионалов в области теории струн, мы можем подтвердить существование примерно 10 измерений. Вроде как. Ее не зря называют теорией струн. Вся наука на данный момент теоретическая. Тем не менее, исследователи надеются доказать существование этих дополнительных измерений в ближайшем будущем, возможно, изменив название теории струн на закон струн. Хотя это не так благозвучно. Учитывая все это, ясно одно – во Вселенной есть многое, чего мы до сих пор не понимаем. Наука может постоянно развиваться, но у нас есть много возможностей для изучения и бесчисленное множество загадок, которые нужно разгадать с течением времени. Спасибо за просмотр! Не забудьте поставить нам лайк и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео!